Борис Александрович, он хотел рассказать о результатах рекультивации на полигоне Кучино, который, как мы помним, был закрыт примерно два года назад, после прямой линии с президентом. Рекультивация Кучино занимается известной нам компанией ККОМ, которая второй год незаконно и абсолютно неэффективно сжигает свалочный газ на нашем полигоне. Как мы все видим, факелы запах не убирают, толком не работают и неизвестно, что выбрасывают в атмосферу. Борис Гурюнов не сторонний наблюдатель. Это член рабочей группы по полигону Кучино, член комиссии по приемке итогов рекультивации данного полигона. Он передал для нас послание. Его сейчас зачитает и прокомментирует один из соорганизаторов митинга, который заслужил наше искреннее уважение многих жителей здесь присутствующих. Не пустыми словами, уже не первый год он ведет активную, планомерную, грамотную борьбу за закрытие полигона «Лесная». Кстати, обо всем происходящем и о том, что предпринимается активистами, можно найти информацию в группе «Стоп.Лесная» в фейсбуке, где Андрей фактически всю информацию размещает. Встречайте, Андрей Елькин. Здравствуйте, дорогие друзья. Нас сегодня больше, по-моему. Не замерзли? Слава Богу. Значит, я от себя два слова пока добавлю. В принципе, я раньше занимался достаточно плотно промышленностью, промышленными объектами, поставками техники. И всегда, когда приезжаешь на комбинат, спрашиваешь, когда предлагаешь что-то новое, говорят, а как сделано на другом производстве, на другом заводе. И люди всегда интересуются. Вот я специально спросил у одного из членов вот этой наблюдательной группы, как же все-таки, господа, языкоком провели рекультивацию полигона «Кучино». Полигон «Кучино», наверное, знают все абсолютно. Это полигон, расположенный в Балашихе, который был закрыт три года назад решением, ну, фактически, как бы верховной власти нашего президента Владимира Путина. И вот хотелось бы у вас, чтобы вы все познакомились с результатами. Почему я это делаю? Потому что сейчас Экоком, мало того, что, я не знаю, может быть, не все знают, факелы, которые все горят, сейчас у нас, вот, сейчас третий уже зажгут. Это факелы, которые привез и установил Экоком. И об этом вот на вчерашней встрече нам вообще ни слова не сказали. Вот давайте мы про Экоком послушаем мнение, ну, скажем так, альтернативное тому, что нам было озвучено. Уважаемые жители Серпухова, на ваш полигон «Лесная» пришла беда в лице ООО «Экоком», генеральным директором которой является гражданин Австрии Оливер Кайзер. Оливер Кайзер проводит уже три года преступную по отношению к жителям Балашихи рекультивацию мусорной свалки в Кучино, город Балашиха. Итог рекультивации в Кучино. Сроки рекультивации провалены. Окончание работ по госконтракту 19-12-2019 года. Все оборудование, которое использует у нас ООО «Экоком», незаконно, так как не имеет положительной государственной экологической экспертизы. Роспроднадзота РФ выдал отрицательное заключение при проведении экспертизы. На факелах фильтры перед сжиганием не работают, скруберы не подключены. В итоге свалочный газ продолжает исходить из тела полигона, а также диоксиновые выбросы с факелов травят жителей и детей Балашихи. Фильтрат ручьями льется в речке Пехорка и Чичера, а также в частном секторе. Чтобы скрыть геноцид жителей Балашиха, который устроил ООО «Экоком», мониторинга воздуха не только нет, он умышленно скрывается Министерством экологии Московской области. В СМИ губернатор Воробьев, министр экологии Куракин продолжает врать об успешной рекультивации мусорной свалки в Кучино. Воробьев, хватит врать! Куракин, хватит врать! Замминистра Московской области, беда, хватит врать! 4 декабря 2020 года на рабочей группе беда подтвердил, что «Экоком» сорвал контракт и все работы не выполнены. Даже грозился обратиться в прокуратуру на ООО «Экоком». Габионы не готовы, скруберы прибыли, но не подключены. Ждут спецов из Австрии. 6 гектар тела полигона не накрыто защитным экраном. Не запущена система скруберов ни на одном из факелов. Не установлен датчик мониторинга исходящих газов. Когда меняли угольный фильтр, сотрудники «Экоком» не помнят. Забыли прорекультивировать кусок свалки в 15 гектар, на котором утилизировано миллионы тонн мусора, случайно так обнаружившийся. Довожу до вашего сведения, что БУ немецкие факела, которые не оборудованы фильтрами и скруберами, с нашей мусорной свалки установлены на ТКО «Лесная». Теперь кратко, как ООО «Экоком» при поддержке Минэкологии МО устроил геноцид жителям Балашихи. С началом рекультивации до настоящего времени жители городского округа Балашиха задыхаются от вони с полигона Кучино. До закрытия полигона такой ужасающей вони с полигона не было. Для сжигания свалочного газа компания «Экоком» закупила в Германии две бывшие употребления установки – факела. Данные факела не были укомплектованы угольными фильтрами и скруберами, которые предназначены для очистки свалочного газа от вредных примесей, таких как хлор и сера. В результате сжигания в факелах неочищенного свалочного газа в атмосферу выбрасывались такие токсичные вещества, как диоксины и фураны, онкологические заболевания, а также 50 веществ, влияние которых на здоровье человека пока не изучено. Данные факела работали почти два года, и мониторинга влияния выбросов с факел на окружающую среду и жителей не осуществлялась. И до настоящего времени жители городского округа Балашиха не информированы о вредном влиянии после сжигания свалочного газа на их здоровье и здоровье их детей. Только в сентябре 2018 года компания ООО «Экоком» заменила бывшее употребление факела на новые, в комплектации которой входят угольные фильтры и скрубера. Однако скруберы к факелам до настоящего времени не подключены, что приводит к выбросу в атмосферу токсических веществ, а именно диоксинов и фуранов. Установка по сбору и обезвреживанию фильтрата не введена в эксплуатацию, что привело к тому, что в фильтрат с полигона самотеком поступают грунтовые воды, в Пихорку и Чичеру, а также в жилой сектор деревни Фенина. После очистки фильтрата образуется концентрат, который имеет третий класс опасности. Утилизация концентрата до настоящего времени не проработана. Таким образом можно предположить, что его утилизация будет производиться на действующих полигонах Московской области. В проекте рекультивации мусорной свалки Кучино занижены объемы свалочного газа и выделяемого фильтрата. Жители Серпухова, ради здоровья ваших детей и стариков, прошу вас предпринять максимум усилий, не допустить на ваш полигон ООО «Экоком». Горюнов Борис Александрович, житель городского круга Балашиха, член рабочей группы по полигону Кучино, член комиссии по приемку итогов рекультивации данного полигона. Вы знаете, в принципе, больше к этому добавить нечего. У нас тот же самый «Экоком» разместил те же самые факела. Вчера на встрече с жителями в Истоке нам министр экологии Московской области сказал, что у них нет другой технологии. То есть, ребята, мы пойдем по этому же самому пути. Кто из вас согласен туда же идти? Вот как вот сейчас Кучино. Поднимите руки. Желающих нет. Я тоже абсолютно с этим не согласен. Значит, если они не могут найти необходимую технологию, значит, нам, я считаю, надо найти других министров. Кто за? Супер. Слава Богу, не я один так считаю. Значит, далее хотел бы сказать. Я считаю, что вот те мероприятия, да, я вчера очень внимательно слушал выступления главы городского округа и так далее. Вот. И у меня все-таки утвердилось в голове мнение, что пора все-таки, наверное, этот цирк уже менять. То есть, я вчера вот там, приходите, мы вас привезем на полигон, мы вам все покажем и так далее. Ребята, знаете, следующий призыв, наверное, будет, давайте все возьмем по сумке и пойдем на этот полигон сортировать мусор. Ну, это ваша функция. Вы нам обещали, обещали. Я вчера специально смотрел видео на встрече с жителями в том же Истоке, на встрече с жителями в Большевике. Нам обещали весь 19-й год закрыть максимум начала 2020-го года. Так вот, и я предлагаю сейчас всем участвующим здесь подтвердить то, что нам обещали. Нам не нужен 19-й год, нам нужен 1-е марта 2020-го года. Кто за это, прошу голосовать. Все! Александру. Здравствуйте, дорогие серпуховчане. Я представляю нам небольшую делегацию активистов, которые приехали поддержать вас в нашей общей борьбе. Мы к вам приезжаем уже третий раз, и с каждым разом мы замечаем все большую активность населения. Ваш боевой настрой, к сожалению, у нас он значительно ниже. Проблемы у нас одинаковые, и условия, в которых мы находимся, тоже одинаковые. Чем они характеризуются? Постоянной ложью и обещаниями власти. Нам говорят, что запах неприятный, но он не вреден. Это начало. Дальше говорят, что мы поставим факелы, и этот вонь исчезнет. Затем говорят сейчас о том, что мы построим комплекс по переработке отходов, и у нас не будет никаких проблем. Это все ложь. Почему? Потому что, да, действительно, у нас сейчас незаконно, в течение года незаконно возводилось, в общем, шло строительство комплекса по переработке отходов. Но это не полное название. Дело в том, что это комплекс не по переработке отходов, а еще и по размещению отходов. Под предлогом, якобы, того, что здесь будут перерабатываться отходы, и все будет хорошо, нам прирезали еще 40 гектаров для того, чтобы просто так же складировать этот мусор, то есть расширять свалку. Следующее, о чем бы хотелось сказать, нам постоянно приходится воевать и с властью, и с вот этим вот представителями свалки в судах. Мы, можно сказать, не вылазим из них, но и там к нам не прислушаются. И я вот хочу сказать о том, что есть, и мы, хоть и не наивные люди, но мы все-таки надеялись, что наши некоторые аргументы повлияют к тому, чтобы закрыть нашу свалку. Например, есть законодательно установленные нормативы о том, что запрещено, именно запрещено располагать свалки на расстоянии ближе 15 километров от аэродромов. У нас в городе есть аэродром военный, и расстояние всего-то 3-4 километра от свалки. Так вот, на это суды просто не обращают внимания. Дальше. Ну, мы уже, наверное, вам говорили о том, что прорубили дорогу, построили за 2 миллиарда рублей дорогу к комбинату, чтобы она не проходила через город, и чтобы не было социального напряжения в городе. 2 миллиарда рублей вложили. Она начала бороться за закрытие лесной в одиночку еще в 2012 году, задолго до того, как появилась проблема. Она хотела ее предотвратить. Может быть, и получилось бы тогда это сделать, сообща, но поддержки у нее не было. Никто из нас не видел проблемы или не знал о ней. Сейчас она одна из самых активных борцов, участник нескольких судебных исков, организатор трех митингов, обиватель всевозможных порогов и отправитель огромного количества обращений во всевозможные инстанции. Низкий вам поклон за вашу позицию активную. Правда ради, я должна сказать, что я была не одна, мы были вдвоем. Изнарит Павловна Семенова, которая ныне уже почила, вот с ней мы начинали эту борьбу. Так вот, я вначале должна... Ну, я хотела высказать две позиции только, короткое выступление, но вынуждена еще и по третьей позиции высказаться. Вот по вчерашнему собранию, вот вы знаете, ну наперточники, вот эти все товарищи Купецкая, Хромушин, Куракин, ну Ермаков молчал, как статуя, наперточники, понимаете. Вот после... Хромушин предложил в течение собрания, что я добивалась от него информации по тонажу, который завозится на полигон Лесная. И он предложил, все желающие могут, кто хочет, пожалуйста, можете зайти в диспетчерскую Skyway и вот в ежедневном режиме, значит, смотреть, сколько завозится машин. Но я, естественно, повелась на это и записалась в конце собрания. Ну, а так как, ну каждый день я не могу ходить, я записала пять человек. Вот, кстати, Андрею Елькину приношу извинения. Без его ведома записала его туда. И вдруг на утро оказалась вот информация в интернете и в средствах массовой информации, что создана инициативная группа под руководством Елькиной и Червочкиной, которые будут наблюдать, как администрация справляется с проблемой на полигоне. Вот я заявляю, никакой инициативной группы мы не создавали. И никакого там руководства мы не осуществляем. И я записалась туда только для того, чтобы иметь доступ в диспетчерскую Skyway. Так что не верьте этим наперсочникам. Ну, второй пункт, который я хотела осветить. Мы устроили пункт пост по... Считали машины. Короче, Куракин объявил, что 38 машин на полигон будет заезжать. То есть они в разы должны снизить количество машин. Вот 38 машин должно заезжать. Вот наши активисты простояли сутки, на морозе, на ветру, ночью, значит, посчитали эти машины. 75 машин. Ну да, там 35 двойных, 40 одинарных. По тоннажу это где-то тонна 100. Но тем не менее, тем не менее вранье из уст министра. Причем не просто министра, вице-губернатора, извините меня. Такое же вранье я получаю от Хромушина, второго министра. Когда я его пытаю насчет системы АИС-отходы, я дважды в 2019 году ездила к этим министрам. И писала бумаги, просила их, вернее требовала предоставить распечатку системы АИС-отходы. Которая уже с 2017 года там установлена. И с конца 2018 года МинжКХ получает информацию в режиме онлайн. О заезжающих машинах, тоннажей и прочее. Так вот, этот самый Хромушин, они весь 2019 год, вот я специально сегодня подняла бумаги, весь 2019 год мне писали. Ну, по крайней мере, вот за июнь 2019 у меня есть бумага, что они пишут, что система установлена, и мы наблюдаем, сколько ввозится машин. И он мне заявляет на собрании, что эта система работает только с сентября 2019 года. Понимаете? Ну, наперсточники. Везде врут. Так вот, вчера на собрании в Истоке Купецкой, Хромушным и Куракином нас с умными лицами убеждали, что мы просто обязаны подождать закрытие лесной до конца 2020 года. При этом нам на этот год, всего на год, отменили плату за мусор. Вы счастливы? Я нет. Они не считают преступлением вместо 4 миллионов тонн мусора положить 6. А если к 6 добавить еще полмиллиона, до конца 2020 года добавится полмиллиона, ну, просто ничего не может случиться. Это ж сущий пустяк. Видимо, физику они в школе не изучали. Понятие критической массы им не знакомо. И бомба взрывается, потому что так погодные условия сложились. Это нам так теперь по службе 112 объясняют. Так сложились погодные условия. Не потому, что они до этого довели. При этом вода в Дашковке уже испорчена. Жителям Серпухова дышать нечем. Мы живем как в газовой камере. Но оказывается, дело в том, что им некуда возить мусор. Точно такой же аргумент был 3 года назад, когда подмосковное правительство взяло в себе федеральные полномочия. И что? Ничего не изменилось за 3 года? Вы ничего не построили? К слову сказать, в Китае больница на тысячу мест построена за 10 дней. Понимаете? А эти 10 лет не могут ничего построить. И они уверены, что не понесут за это наказание. Но в крайнем случае сделают Skyway козлом отпущения. Поэтому я предлагаю наше требование закрыть полигон «Лесная» к 1 марта 2020 года. Согласны? Если этого не произойдет, всем городом обращаемся в Следственный комитет. Вот Михаил Каландаров уже объяснял вам эту ситуацию. С требованием расследовать факт перегруза полигона и наказать тех, кто это допустил. А также тех, кто с уборством маньяков ставит нам диоксиновые факелы без фильтров. Я даже назову этих господ Воробьев, Коган, Куракин, Хромушин. И даже купецкая Юлия Олеговна попадает под раздачу, потому что должна требовать сейчас немедленного закрытия полигона. На будущем экологическом трибунале, который обязательно будет, они не смогут сказать, что ничего не знали. Потому что мы вопим об этом уже два года подряд. Если требования народа, находящегося в газовой камере, в очередной раз проигнорируют, предлагаю собраться в еще большем количестве, вот видите сколько нас, вот в еще большем количестве, в конце марта, и выдвинуть уже политические лозунги отставки правительства, прямых выборов главы города Серпухова, городского округа Серпухов, справедливого суда. В общем, как говорили в КВН, две тысячи морального ущерба и всех расстрелять. Повторяю, это цитаты из КВН. Спасибо, Надежда. Так, ну времени осталось только на резолюцию, поэтому от себя ничего не могу добавить. Резолюция митинга с требованием немедленного закрытия полигона Такого-Лесная, город Серпухов, 8 февраля 2020 года. Мы проводим уже третий митинг с аналогичной формулировкой. Вынуждены констатировать тот факт, что тяжелая экологическая обстановка, вызванная негативным воздействием полигона Такого-Лесная на окружающую среду и здоровье жителей городского округа Серпухов, сложившееся из-за серьезных нарушений природоохранного законодательства и отступлений от требований проекта в процессе эксплуатации указанного полигона, в частности, многократным превышением объемов возимого мусора, усугубляется с каждым днем. Участники митинга требуют немедленного закрытия полигона Такого-Лесная с последующей грамотной и максимально безопасной рекультивацией. Однако на данный момент это требование так и не удовлетворено и осталось без ответа в профильных министерствах подмосковного правительства. Ни одного официального документа, свидетельствующего о намерении изменить ситуацию и привести ее в соответствие законодательству, на сегодняшний момент нет. Мы требуем, чтобы до работ на полигоне Такого-Лесная допускались только компании, имеющие опыт проведения подобных работ не менее 10 лет и имеющие положительный результат в решении аналогичных проблем. Требуем проведение открытого расследования нарушений закона должностными лицами администрации городского округа Серпухов, МЧС и Роспотребнадзора в городском округе Серпухов, Министерство экологии и правительство Московской области, которые привели к перегрузке полигона и ядовитым выбросам, отравляющим воздух и воду. Продолжается полное умышленное игнорирование обращений граждан в адрес надзорных органов. Все ответы на обращения носят характерный вид отписок, не решающих поставленных в этих обращениях вопросов. Более того, происходит ничем не обоснованная передача полномочий на проведение экологических экспертиз из наиболее квалифицированного федерального органа Росприроднадзора в региональное Министерство экологии и природопользования Московской области, не обладающие, на наш взгляд, должной квалификацией и опытом в этом направлении. Последствия этой необдуманной передачи полномочий сложно даже предугадать, как и оценить в дальнейшем масштаб исправления таких решений. В качестве примера можно рассматривать применение неадаптированных к российским условиям технологий в рекультивации. В первую очередь, установки по сжиганию свалочного газа компаний «Экоком», которые не только не доказали свою эффективность, не имеют необходимой разрешительной документации на их использование в рамках действующего природоохранного законодательства РФ, но и зачастую эксплуатируются без предварительной системы очистки по добавленному для сжигания свалочного газа. Именно так сейчас происходит на полигоне Таково-Лесная, абсолютно безнаказанно и бесконтрольно. Мы продолжаем наблюдать подобие круговой поруки, когда одни грубо нарушают закон, а вторые делают вид, что ничего не замечают. Сейчас уже можно окончательно сделать вывод о том, что так называемая мусорная реформа абсолютно провалена всеми структурами, уполномоченными на ее проведение. Работа с авторсырьем либо не ведется вовсе, либо носит декоративный характер. Нужное для всей страны дело превратилось в подобие потемкинских деревень, и вместо регулирования вторичными ресурсами напоминает бег по кругу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова